Всем добрый день! У нас сегодня 4 января 2014 года. Мы беседуем с Романом Лягиным. Личность колоритная, интересная, особенно в последнюю неделю после интервью, которую Роман дал одному из изданий. Мы тоже решили не пасти задних и поспрашивать о том, как выглядит партия регионов Донецки изнутри. Роман, расскажи, пожалуйста, кто ты, что из себя представляет партия регионов? В целом, о себе два слова для зрителей, для понимания. И как оно на самом деле выглядит изнутри. Вот сначала о себе. Меня зовут Роман, я политолог. Занимаюсь политическими технологиями, связанными с физическим, в том числе, аспектом. То есть востребован я не только партию регионов, а и силами оппозиции. Ну, разнообразные политические. В том числе все выполняют политические доказы. Понятно. То есть, ну, по сути, найман эти, получается, да? Ну, как так и говорят. Я не могу без политических предпочтений. Предпочтений, понятно. Как говорит один наш общий знакомый, я сторонник только одной партии, партии зеленых крупных купюрок. Нет, я не могу себе это рассказать. Я не могу, моя работа приносит мне удовольствие. То есть я это делаю искренне от души. То есть ты делаешь то, что тебе интересно. Я делаю то, что мне близко, то, что мне интересно. Я по образованию политолога профессию выбрал сознательно. То есть не в магазин пошел работать администратором, понятно. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я понял. Роман, ну, мы не будем спрашивать там, как бы, о том интервью, которое уже было, про какие-то там события, какие-то заказы там конкретные, да. У нас вопрос больше, вот что же из себя представляет в Донецке, там, партии регионов. Потому что очень много слухов, домыслов, там, каких-то предположений. А что же, как она выглядит на самом деле? Интервью с Ленеем ее не было случайным. Оно должно было стать сигналом, в первую очередь, для представителей партии регионов, которые жаждут крови. В этой партии регионов нет единства сегодня. Можно поделить ее сейчас... То есть есть голуби и ястребы, как в любой партии, да? Да, людей, которые дорожат, да, во всех смыслах стабильности в этой стране. И людей, которые ради сохранения своей силы готовы утопить эту страну в крови. Да, то сегодня мы говорим, да, что не все в Донецке против Майдана, в том числе в партии регионов. А можно узнать, вот вообще вот в регионах, как воспринимается Майдан, вот их невосприятие? То есть что для них Майдан? Это реально угроза или это больше что-то непонятное? То есть вот какое вот, как они ее воспринимают? Майдан угроза для действующего... Я спрашиваю, в ихнем восприятии не как оно на самом деле, а как они его считают? Как они... Он воспринимается именно так. То есть есть в Донецке группа, которая готова всеми силами, всеми средствами, да, включая силы там внутренних войск, да, то есть суды, Майдана тут упроизнать, убрать. То есть... Ну, значит, он все-таки раздражает, если какой... Да, в Донецке Майдан раздражает жутко. Здесь он не нужен ни в каком виде. То есть даже те несколько десятков, несколько сотен людей, это являются крайне нежелательными. То есть все вот эти вот пространные заявления мы слышали там, некоторых политиков, о том, что что там собирается, и пусть все собираются, это вызывает улыбку, это не совсем так. Его наличие, его существование воспринимается крайне болезненно, да. Точно так же, как и в попытке его ликвидации воспринимаются болезненно определенные группы партий-регионов, которые этому всячески препятствуют. То есть можно ли сказать, что, например, Донецк, Майдан, если мы говорим о Донецком, Он стал яблоком раздора. Во-первых, он стал яблоком раздора, а во-вторых, он как бы, у него есть и свои, ну, если не сторонники, не приверженцы, то хотя бы сочувствующие с самой партией-регионами. Да. Да? Да, так есть. Очень интересно. А каков примерно процентное соотношение, так, на скидку? То есть кто скидку, сколько за, сколько против, или, как всегда, 50 на 50? Некорректно, били люди. Мы не о людях, мы в целом говорим, о восприятиях. То есть партия регионов не классическая политическая партия. То есть партия регионов – это политическая сила без членов партии. Если говорить о цифре, то городская организация сегодня насчитывает около 56 тысяч членов партии. Это формально? Формально, да. При этом подавляющее большинство из них не имеет отношения к выдвижению кандидатов даже в районный совет. То есть партия регионов – это партия номенклатурной. Ну, понятно. Только. То есть в классической партии есть первичная организация, которая рекомендует районному делу партии человека на место депутата районного совета. То есть партия регионов – это категорически невозможно. То есть нет в партии регионов живой первичной организации, которая могла бы рекомендовать своего активного участника, депутата районного совета. Это закрытый клуб. То есть ситуация сверху-вниз всегда, да? Ситуация сверху-вниз всегда, потому что низу нет. В партии без дна. А все-таки интересно, вот восприятие, как считают, вот как ты считаешь, вот в регионах, как они думают, кто стоит за Донецким Евромайданом? Пусть там не в общем, да, а вот как они оценивают, кто стоит, как они считают, может быть, политические партии, может, там Европа? Ну, очевидно, что нет единого центра Донецкого Евромайдана. А лично я отношусь к нему скептически. Я не считаю себя представителем украинской нации. Я не казацкого рода. Ну, понятно. Когда я слышу лозунки, возгласы героям славы, это не мои герои. Это дискредитирует ее Евромайдан. Я никогда не стану частью Евромайдана, потому что он дискредитирован определенными политическими силами, определенными активистами. А как вот все-таки, скажем так, Донецкие регионы воспринимают? Они считают, что есть какой-то лидер? Вот у них какое мнение превалирует? Есть несколько лидеров, но к оппозиции в целом они не относятся. То есть в регионах четко понимают, что оппозиция не стоит за данными, как бы... Это вина оппозиции в том числе. Мы сейчас говорим не о вине, а о настроениях. Меня больше настроение интересует. То есть восприятие, как воспринимать? Это, конечно, к лидерам оппозиции, продиктовано многолетним учением в период выборов. То есть когда представители некоторых партий политических продают собственные списки членов участковых избирательных комиссий, вот, собственно, так к ним и относятся, как к продолжению партии регионов, как к наемникам. А вот к тем, кто стоит на Майдане, то есть они думают, что стоит кто-то за ним? Или все-таки понимают, что это самостоятельно? То есть люди просто собрались и... Узмывают, что люди выходят по зону сердца. То есть они понимают, что особо оппозиционные партии особо большого влияния не имеют на конкретный наш Донецк и Евромайдан? Все осознают, что если партии уйдут с Евромайдана, то они не уменьшат численность... То есть смысл разговаривать с оппозиции нет смысла, да? То есть с оппозиции вести переговор без смысла. На социальными структурами Евромайдана вести переговоры не имеет практического смысла. Понятно. А как вообще в регионах принимается решение, что делать? Вот, например, были там попытки там, ну какого-то, ну не разгона, но каких-то там провокаций во время ходы, там еще кто-то. Как вообще вот подобные решения, не конкретно это, а в принципе подобные решения принимаются? То есть есть один человек, который говорит, вот делайте там вот так, да? И все остальные бегут там и делают. Или там есть какое-то обсуждение, или там нужно согласовать свою инициативу с вышестоящими? Нет, нет обсуждения. То есть от кого исходит решение, да? Я говорить не буду. Нет, мы не спрашиваем, от кого конкретно, как в принципе, да. Именно, да. То есть распределяются, как правило, роли. В случае с попыткой последней, да, вот сорвать так называемый марш. То есть роли были расписаны, ну, заранее, забывовременно. Вот эта идея абсолютно... А кто команду отдает, вот? Ну, я не имею в виду по фамилии, а это команду для того, чтобы отдать этому человеку, там, на каком-то своем уровне. Ему нужно согласовать ее с вышестоящими? Или он может самостоятельно сказать, так, а сегодня делаем там вот так, вот сегодня там кидаем яйца. Я этот вопрос ответить не могу, потому что я, ну, как говорил ранее, да, партегенов имеют несколько центров силы. То есть кто конкретно дает эти годы, я не знаю. Но то, что они не могут быть согласованы со всеми, это очевидно. То есть может быть элемент несогласованности действий? Да. Когда нежестоящие... Самодвижство возможно, да. Понятно. А что тебя все-таки побудило в конечном-то итоге прекратить свое сотрудничество с партией регионов? Я повторяю, партией регионов несколько год. То есть с одной из групп ты сократил просто сотрудничество, да? Если мне предлагают убивать людей за деньги, да, то исходит в нее вот партия. Вот конкретных людей, которые предоставляют определенную группу. Не очень давно в Киеве был, ну, была попытка поджога Дома профсоюза. Да, да. Это, ну, поджог воспринимался как один из вероятных способов освободить здания. КНДА... Ну да, пожарные должны, то есть как бы там приехать, там баррикады, да. Освободить помещения таким образом возможно было. То есть, ну, известно, что они, ну, слишком важны, да, слишком значимы, эти здания, эти помещения. Особенно в условиях, там, крайне низких температур. И, ну, власть сегодня готова даже пожертвовать имя, готова выжать из доклада даже. Для того, чтобы лишить, ну, бас, то есть лишить помещений, так называемый Майдан. То есть это обсуждалось в том числе в Донецке. То есть этот вариант, по всему суде, кем тут виден. То есть рассматриваются самые различные. Вот вопрос в связи с этим возникает. А по твоему мнению, ну, твоему субъективному мнению, как ты считаешь, до чего, до какого предела могут дойти эти люди? То есть на что они пойдут, на что они не пойдут ради сохранения власти? Они готовы отдать команду там стрелять? Я об этом и сомневаюсь. То есть если бы мы были, ну, меньше по размеру, да если бы мы были Белоруссией, то есть я не сомневаюсь, что Майдан не простоял до ни одного дня. То есть сегодня власть осознает, что Россия нас содержать не будет в условиях международной изоляции, мы существовать просто не сможем. Поэтому мы вынуждены считаться с мирными протестами. Понятно, что это технология. Вынужденная мера, да, все-таки? Да, но сегодня технологию эту мы не можем победить, мы не можем побаловать. То есть ей нечего противопоставить. А вот по поводу противопоставить, вот какие настроения, то есть к чему больше сейчас склоняются они, к какому решению? Ну, вот вернемся к нашему Донецкому Евромайдану. То есть тактика выжидания или вот к чему больше склонны? Донецкому Евромайдану пытались отменить по суду, то есть решением суда пытались запретить проводить мероприятия. То есть пытались... На конкретном месте или в принципе вообще по всему году? На конкретных местах, по конкретным адресам, там где это возможно, там где логичный сбор людей, да, Донецкая власть пыталась его запретить. А почему же не пошли? Потому что в Донецке есть силы сегодня, которые против ликвидации Евромайдана, которые за его существование, которые влияют сегодня на судебное решение в Донецке. Понятно. То есть партия регионов, да, то есть одна из групп не дала просто решение. Ну и все-таки, наверное, это решение не имело бы большого смысла, потому что, ну хорошо, отменили вы на одном месте, подается заявка там на другое место и как бы... Другая группа, другое место. Но отменили бы... Или отменяли автоматически во всех группах. Да, по конкретным адресам. То есть везде были детские праздники, там какие-то... Другая группа, советую и так далее, да. Вот. Ну а как ты рассмотришь вот перспективу сейчас, вот исходя из той информации, которая у тебя есть? Как думаешь, что нам следует ожидать в ближайшее время? Вот по отношению к Донецкому Евромайдану. Ну, Майдан на подобного развития событий не ожидал как партия регионов, так и оппозиции. К чему это приведет страну? Я не знаю... Ну не страну, а вот у нас как на локальном уровне. То есть твое мнение, вот потому что ты больше работаешь в Донецке, да? Вот на локальном уровне что нас ожидает в ближайшие там неделю, две, три, то есть, ну каково будет? Пойдут ли они на силовые вдруг все-таки варианты или нам на судебные запреты, как ты считаешь? Я думаю, что если силовой вариант произойдет, то не в одном городе, а произойдет одновременно. Но если будет централизованная команда, да? Да, то есть, если команда будет централизована, то это возможно. То есть в Донецке есть очевидные силы и средства для того, чтобы очистить территорию любого количества людей. Донецкий Евромайдан не является многочисленным. А какова цель была, например, вот попытки забросать там яйца? То есть сказать, что не сильные эти были попытки, это не были серьезные попытки, это были достаточно лайтовские, скажем так? Какова цель могла ставиться? Ну вот, какова цель могла ставиться? То есть один из донецких политиков уже сегодня видит себя в кресле мэра, да? То есть он уже сегодня ощущает себя хозяином этого города, то есть он сегодня уже думает, что он вправе решать, можно ли собираться людям для того, чтобы мирно, без оружия выражать свое отношение к чему бы тебе было или нет. То есть решение одного человека и стал активизатором этой абсолютной... Ну а какая ставилась как бы задача? Ну потому что понятно, что он там какой-то конкретный Вася поставил задачу, а какова цель была? Ну что он же это что, должен был напугать там или что? Люди должны были, ой, в нас яйцом кинули, мы больше не придем? Ну такой расклад был или... ну... Ну как ты считаешь? То есть я не участвовал в обсуждении, да, сценария, поэтому я не могу ответить, но то, что... Расходя из логики, то есть как бы... То, как это было и исполнилось, значит, как вот абсурдным глупством назовешь. То есть они просто дискредитируют собой политическую силу, которая доминирует в Донецком регионе. Больше ничего. То есть это абсолютный, абсолютный минус, который подогревает интерес к Евромайдану и дискредитирует партию регионов сегодня. Хорошо. А вот что, скажем так, партию регионов больше всего напрягает, да? Вот, ну то есть сам факт, что стоят люди, это один момент, а чего опасается больше? То есть чего вообще не хотелось бы, чтобы что происходило? Не хотелось бы очень конструктивно. То есть если появятся вот демократические какие-то посыли, да, то есть если начнутся на Евромайдане разговоры о демократизации избирательного процесса, то есть если партия регионов, ну, попробуют лишить возможности монопольного формирования участковых избирательных комиссий, да, вот если попытается Евромайдан ликвидировать районные советы, которые существуют лишь для того, чтобы делать выбор на Донецке, депутат районного совета выполняет другой функцией, кроме как координации манипуляций на своем избирательном участке. Это язвит местную власть очень сильно. То есть сегодня агитация за Европу, за демократические ценности, ну, лишь убаюкивает людей. Это не несет угрозы местной власти. То есть, как бы, ну, стал бы первым гвоздем, наверное, который, наверное, взбодрил местных политиков. И к тебе, как политологу, как человеку, который знает, о чем идет речь, вопрос, как бы, вот, по технологиям, да. Скажи, пожалуйста, если вот была попытка Богачева, вот мы знаем, была попытка секретаря Гурсовета прийти на Донецкий Евромайдан, то есть о чем-то там, как он говорит, поговорить, о том, что был там телемост, попытка была внезапная. Есть ли смысл представителям Евромайдана публично, открыто беседовать с представителями партии регионов? Кто больше выиграет в результате этой дискуссии? Как ты считаешь? То есть есть ли смысл в этой дискуссии? Если есть, то есть кто... Потому что есть ли что вообще предложить партии регионов? Майдан – не общественная организация. То есть Майдан, смотрите, формализован. Майдан – это, ну, то, ну, скажем так, место, где люди... Открытая площадка. ...выражают свои эмоции, выражают свои отношения к действующей власти. То есть я думаю, что, ну, Донецкая партия регионов и, там, Богачев, да, это не те субъекты, с кем стоит, ну, в принципе, общаться. То есть Майдан стоит с конкретными требованиями. То есть нужно общаться. Ну хорошо, если у Майдана есть требования. Они могут помочь, да, вот эти требования реализовать. Вот. Но если они придут и скажут, мы готовы решать этот вопрос, есть ли смысл с ними о чем-то разговаривать или нет? Кто от этого больше выиграет и кто больше потеряет? Потому что если они придут и скажут, мы пришли к ним решать вопрос, а они нас не захотели даже слушать. В партии регионов нет единства. Сегодня с партией регионов нельзя вести конструктивный диалог. То есть даже наличие самого диалога это будет минус Майдану. Ты так считаешь? Партия регионов не является сегодня целостным субъектом. Нельзя общаться сегодня с одним человеком, как... Ну я не говорю конкретно, с партией власти, а представителем партии. Это довольно влияет не только местами во всех советах, но и средствами производства. Сегодня нет донецких субъектов, которые могут говорить о партии регионов. Есть люди, которые говорят, но их слова не отражают отношения всей партии к происходящим. Это забалтывание только, это не конструктивное. То есть в самой попытке смысла нет? В самой попытке смысла я не видел. Но не даст ли это дополнительные козыри партии регионов в своей риторике о том, что вот мы пришли с конструктивным, а с нами не стали разговаривать. То есть мы сделали все для того, чтобы мирно решить вопрос. Я вот о чем. Ну, прежде чем говорить о конструктиве с партии регионов, нужно говорить о конструктиве на выборах. Чем является сегодня партия регионов? Это сила, которая формирует участковые избирательные комиссии, которые делают выборы на участки по цифрам. То есть задается цифра в условном округе. Разбивается она... Ну это понятно. Система Терекон там и так далее, да. На участках, да. То есть сегодня партия регионов не является легитимной политической силой. Нам нужно сегодня заниматься демократизацией избирательного поля, избирательного процесса. А каким образом наиболее оптимально было? Исходя из реальных возможностей и реального количества людей там вот на Майдане? Но, к сожалению, в оппозиции нет достаточно сил, достаточно средств для того, чтобы быть представленным на всех избирательных участках. Участков в Донецке порядка 450, да. То есть это, ну, то есть проста арифметика говорит нам о том, что это минимум 900 карусельных столов, да. За которыми мы должны следить, то есть за каждым из которых... Грубо говоря, тысячи человек нужно иметь. Да. То есть нужно невероятное количество людей для того, чтобы наблюдать за происходящим на избирательных участках. И эти люди должны быть не амгажированы. Эти люди должны быть достаточно юридически подкованными, достаточно сильными, чтобы выстоять. То есть они не должны продаваться, партии. Так это происходит гораздо разом. Сегодня противопоставить, к сожалению, нечем. Потому что, ну, нечего партии. Может быть, вот из этих людей, которые активисты, если их количество вырастет, может быть, логично из них было бы попробовать набрать наблюдателей? Я думаю, что если на ближайших выбор силами этих активистов попытаться провести честные, открытые, демократические выборы в одном из пяти округлого города Донецка, мы увидим разницу значительную в явке и в количестве отданных голосов за конкретного кандидата и за партию. То есть тут, получается, с одной стороны, это выгодно оппозиция, с другой стороны, это выгодно людям, потому что у них появляется шанс на то, что их голос не будет украден. Вы правильно понимаете? Нужно начинать с малого, да. Людям нужно защитить Донецке свой голос, свой выбор. То есть выборы в Донецке не являются демократическими. То есть нужно начинать с демократизации здравоохранения. То есть сегодня, что мы видим в районных советах? Абсолютная монополия партии регионов. Функция этих людей предельно проста. Координация и манипуляция. Если не хватает мест для всех нужных людей в городском совете, то что мы делаем сегодня? Мы расширяем состав совета. Ага, и все нужные попадают. Только всего. И все нужные попадают, да. Правда ли, что есть некие цифры для того, чтобы стать депутатом райса, это горсовета. То есть есть некие ставки, если хочешь быть, типа там райсовета на 10 тысяч долларов, условно говоря. Можно оплатить значительные усилия. То есть можно оплатить работу людей, которые занимаются манипуляцией. То есть речь не в деньги. То есть речь в эквиваленте оплаты труда людей за определенные... А каких примерно расходах имеется? То есть какой порядок цифр? Вот, например, возьмем райсовет. Любой райсовет, я хочу быть, например, депутатом райсовета от партии регионов. Во сколько мне это обойдется примерно? Ну, меньше скольки со мной не будут разговаривать в принципе. Я не буду разговаривать в цифрах. То есть речь идет не только по денег. То есть нужно быть... Быть еще и своим, да? Да. Быть своим и нужно выполнять определенную функцию. И нужно точно не распространяться о том, как это происходит на самом деле. То есть помощники фокусника не должны раскрывать секреты фокусника. Все, я понял, я понял. Хорошо. Речь не только. Ну, понятно. То есть нужно еще дополнительно прикладывать какие-то усилия. Получительные усилия. Понятно. А вообще, вот как ты считаешь, вообще есть люди, кроме тебя, которые могли бы предлагать какие-то креативные, интересные варианты? Потому что тот креатив, который мы видим от партии регионов, ну, мягко говоря, это просто смешно. То есть в решении ситуации, в разруливании ситуации. То есть вообще специалисты есть, которые способны как-то... Ну, вот, ну, чтобы выйти за рамки, например, там, метание яйца там, да? Ну, вот, ну, чуть-чуть поинтереснее как-то. Потому что, ну, была попытка там бабушек этих заслать, которые рассказывали, что весь Донбасс вас ненавидит там, да? Там еще что-то. Ну, какие-то абсолютно обыденные схемы, там, мелкого уровня. Есть кто-то, кто мог бы предложить более интересные схемы, чтобы он... И схемы обсуждаются разные, схемы обсуждаются интересные. Они воплощаются в жизнь сегодня, потому что, повторюсь, не все в этом заинтересованы. То есть, получается... Первое, что нужно сделать, первое, что нужно сделать, необходимо, да? Это, ну, максимальная, предельная критическая маргинализация Майдана. То есть, побольше бомжей там, да? То есть, всяких там алкоголиков... Да, конечно, есть все возможности здесь свозить... Любят, действительно... Ну, я это, напоминал, наблюдал в Киеве, когда там пытались там бомжей там подкинуть, там еще что-то. Ну, вот здесь, видимо, они действуют... Майдан не является организацией. Ну, это сегодня территория, да? То есть, сегодня люди, стоящие на Майдане, не могут кому бы то ни было запретить стоять рядом с ними. Ну, понятно. Иначе это будет не по-европейски и не демократично. Да, есть люди, которые способны качественно дискредитировать. Но сегодня они не включились. Роман, скажи, пожалуйста, мы последние два дня видим на Донецком Майдане повышенное количество милиции и очень ответственных начальников, то есть там районного уровня и так далее, которых мы раньше не видели. Это случайность или чего-то ждут, чего-то стоит ожидать? Как ты считаешь? Я не могу ответить вопрос. Я не знаю. Ну, просто так из интереса маловероятно, чтобы кто-то приезжал. Сейчас. В ближайшее время, да, мы знаем, что Майдан проснется, закончатся праздники, начнется очередная активная фаза. А они готовятся к ней. Ага. Ага. То есть сегодня, сейчас в Майдане ничего эксклюзионального не проявляется. То есть кроме лозунгов, который, наверное, кому-то обидно, обиднее, наверное, кому-то неприятно слышать, Майдан себя ничем больше не проявляется. То есть каким-то образом пытаться на него влиять, ну, я считаю, бессмысленно, даже глупо. Ага. Ясно. Хорошо, спасибо большое за комментарии.